Добрый день. Вчера у меня получилось... Вчера я получила информацию о том, что меня действительно штрафовали за то, что я 2-го числа тут была на мирном протесте и пыталась проехать к своему дому. Меня штрафовали, составили на меня протокол за то, что я умышленно блокировала дорогу. То есть я умышленно пытаюсь проехать к своему дому. У меня просто, знаете, как-то дико получается... А, сейчас я вызвала полицию. Я хочу проехать к своему дому. Я вызвала полицию, что мне заблокировали дорогу. Звонит мне участковый и говорит о том, что он не придет, потому что глава уже был наказан за блокирование дороги самоуправства. То есть и дважды по одной и той же статье не наказывают. Значит, сегодня я ставлю забор. Давайте поставим на Штефана Чалмаре забор. Нас оштрафуют на 600 лей. И дальше я буду это Штефана Чалмаре использовать в личных целях. Где логика? Я пытаюсь понять. Вообще, как-то логическое мышление наших блюстителей порядка, я не могу этого понять. Они блюстители порядка вообще? Или они работают на власть? Нет у меня вообще никаких возможных и невозможных мыслей по этому поводу. Есть какие-то понятия. Какое-то это... Вот Симоша ходит и пытается меня уму-разуму это. Но нету. Не понимаю я. В 2013 году, когда после судебного исполнения глава меня заблокировал... Первая блокировка дороги была в 2013 году, когда он мне стену поставил. Я звоню в полицию. И мне сообщают, что это собственность главана, и они ничего не могут поделать. Через прокуратуру. Я тогда пыталась этот документ увидеть, так как мне это было дико и невозможно. Мне не прокуроры и полиция говорили, что это невозможно. Если аннулировали документы на собственность дороги, суд аннулировал, то повторно это невозможно. Но тогда оказалось, что это возможно. Тогда мы пытались... Я вообще не понимаю. Уже у меня логики нету. Никакой. Никакой логики нету. Как возможно? Полиция... Его собственность нельзя разблокировать. Не его собственность нельзя разблокировать. А когда можно? Подскажите мне, пожалуйста. Вот я сейчас стою, я попыталась участкового все-таки обязать прийти сюда. Да я не знаю, придет он или нет. Мне надо проехать к своему дому. Есть... Вы вообще, полиция, на кого работаете? Есть какие-то понятия у вас человеческие? Я не знаю, что мне делать. Подскажите. Назио. Добрый день. Дело в том, что вот у меня тут заблокировано. Видимо, служба 112 позвонили вам и позвонили в полицию Буйкан. И участковый мне перезванивает и говорит, что якобы он уже был единожды оштрафован за самоуправство. Сосед. Он вот установил вот это. На дороге установлено все. Это ваша машина? Это моя машина. Мне надо проехать дальше. У меня там затапливает и воду. У вас как? Суды были с 2013-го до 64-го года. Да, но к судам никакое отношение. Ну я понял, но здесь полиция никто не откроет сейчас. А не полиция, вы должны его обязать. Я понимаю, что не вы будете снимать. Это через суд только надо обязать. Через суд обязали уже. А если обязали, то это судоисполнитель. Судоисполнитель сделал это. Уже сделал судоисполнитель. То есть никто, полиция не имеет права, да? Это частная собственность получается. Как частная собственность? Да. Вы смотрите, если вы выиграли в суде без этого, чтобы мать партнер, древний документ с нами. А что же мать партнер. Я ввене рассматривает материалы экзикторы жидкотореские. Да, коррект. У нас экзикторы жидкотореские ввене. И это терминка с Вайлибереза другу. Я встил. Я ввене рассматривает материалы экзикторы жидкотореские ввене. И что? Вы понимаете, что это не его собственность? Мне надо... Полиция не... Дорога... Кто за дорогу общественной, за правопорядок? Есть примар, есть. Хорошо, а вы, Россия. Полиция только... Если есть правонарушение, то уже обязательно они, как... Оштрафуют их. Штраф на них. А не снимает... Господи, что произошло у тебя мать. Да, я умынцелес. Я встил. Да, с пони цинглорумын и анселекту. Да. Я ушел, что полиция не хочет сходить. Да, да. Нет. Нет. Нет.